Место нашей встречи с защитником резервной команды ЦМОКов Ивана Малатко было выбрано не случайно. Сразу раскрывать все карты не будем. До момента Х еще есть время пообщаться. В прошлом мама Ивана профессиональная баскетболистка, папа пятиборец. Тем не менее, семейный подряд спортсменов не был идеей фикс. У меня всегда было в семье, чем ты хочешь заниматься, тем и занимайся. Никто никуда не подталкивал, только направляли. Они могли дать советы, а я сам выбирал, чего я хочу и кем я буду в будущем. Но только гены пальцем не задавишь. В 9 лет сам потребовал отдать себя в баскетбольную секцию. Не забавы ради, а сразу с прицелом на будущее профессионального игрока. Вот тут уже активизировалась мама. Когда был маленький, мама всегда хотела больше, больше, больше. Она считала, что я до конца не выкладываюсь. Я, может быть, такой лентяй, лентяй, мне надо все время подталкивать, подталкивать, подталкивать. И такой момент был, она приходила в перерыве, наставляла мне наставление, и прям до слез. И потом приходил тренер, и говорит, Александр Антонов, может, так не надо? Она говорит, надо, я так надо. Я выходил, второй половине играл намного лучше. После школы Иван мечтал улететь в Америку. Как и любой ребенок, который грезит о баскетболе, хотел там отучиться и попасть в НБА. Но путь в большой спорт начался совсем иначе. В Рубон я уехал в 17 лет. Я закончил школу. Поступил сразу же, ну, или как летом все сдавали ЦТ, я поступил в БГУ, на экономический факультет. Но этим летом была сборная У-18, которую возил Руслан Байдаков, который нынешний тренер Рубона и в то же время был тоже. И как бы я поехал, это было 1994 года, сборная, на гостарше меня. И меня пригласили на сборы, я тренировался, понравился тренеру. И мы съездили на Европу, когда вернулись, он пришел, как бы перед всей командой, предложил мне, как бы, переехать в Витеб, скажем так, подписать профессиональный контракт мой первый. Переезд из столицы даже сегодня видит сплошь плюсы. Нужно было взрослеть. Я жил один, ну, я имею в виду, без родителей. Нам, ну, вообще мы жили там с ребятами, двухкомнатной, трехкомнатной квартире. Нам снимали, платили зарплату, дубли первые деньги. Ну, было очень интересно так, и ты играл уже в мужской баскетбол. На самом деле, впечатление замечательное. Я очень рад и не жалею, что я поехал, потому что я стал тем, что я сейчас есть, благодаря Рубону, благодаря Руслану Байдакову. Сезон 17-18 стал новым этапом в жизни. Перспективного игрока в резервную команду подписали ЦМОКИ. Сложилось все более чем. Стартовать с победы в чемпионате Беларуси и серебра в международном студенческом кубке. Хороший задел на будущее. Остался доволен сезоном. Конечно, безусловно, когда я был в Витебске, я играл очень много. То есть здесь такого не было, потому что здесь, конечно, большая конкуренция. Каждый хочет играть и каждый дня в день тренируется и доказывает, что он лучше. Это, безусловно, хорошо, потому что есть конкуренция и каждый растет. Баскетбол забирает, если не 100, то 90% всего времени. В топ-3 личных увлечений – музыка, автомобили и путешествия. Любовь к последнему еще в детстве привили родители. Всегда хотел зарабатывать сам именно из-за возможности колесить по миру. Хочется что-то посмотреть, какие-то места, которые остались в истории, которые интересны людям. Хочется посетить, посмотреть, конечно, это здорово. Еще одна мечта из детства – татуировки. У меня был любимый игрок Алина Аверсом. Он играл в НБА. Он законодатель моды татуировок. И он, ну, я очень мой кумир был. Я очень, мне нравился, нравился. Я вот когда начал заниматься баскетболом, почти сразу его заметил, лет 10. И я вот начал говорить, блин, мне так нравится, так нравится. Ну, естественно, я был маленький, мне говорит, какие-то татуировки, Ваня. Но я думал, нет, я вот еще чуть-чуть вырасту. Я же вырасту, тело сформируется. Может, 13-14, ну, такие детские мечты. И сделаю. Они говорят, растянется там, ну, как детям говорят. И мне сказали, вырастись, делай, что хочешь. И сделал. Левая рука баскетболиста на зависть всем любителям искусства тату. Глубокого смысла в картинки не вкладывал. Куда больше заботился о качестве работы. Подходящего мастера искал долго и педантично. Здесь у меня нарисован Посейдон сверху на плече. Здесь девушка-ангел. Здесь лев у меня нарисован. И, как говорят у всех людей, у кого есть татуировки, должен быть череп. У меня вот здесь набит череп сзади. И число 13. У меня где-нибудь число 13. В принципе, а, еще у меня есть одна татуировка, нафиг здесь. Я ее сделал до рукава, до всей руки. Я ее сделал на два года раньше. Это была моя первая татуировка. На ней написано «I can do all things». Я могу сделать все. Я стараюсь. Совмещать спорт и личную жизнь – дело не хитрое. Просто всему свое время. Наверное, уже такой возраст у меня уже, что они, наверное, мешают. Наверное, когда ты совсем еще молодой, скажем так. Ты не знаешь, куда кинуться. Тут девушка идти гулять, то заниматься спортом, то что. Тут идти гулять, ты не понимаешь. А сейчас, я думаю, что если это настоящая девушка, которая с тобой рядом, понимает себя особенно, это очень важно. Но выяснить, свободно ли сердце баскетболиста, миссия невыполнима. Сердце со мной. Все ближе подбираемся к моменту «Х». Еще одно увлечение, к тому же практичное – автомобили. Я с детства мечтал ездить на машине. Я уже в 12 лет попросил маму дать мне сесть за руль, за механику. Я сел, и у меня, в принципе, получилось. И по чуть-чуть где-то ездил в деревню, когда там ехали. Потом уже в 17 лет я уже пошел сдавать на права. И мне как раз исполнилось 18, я получил. Ну и я постоянно за рулем, не испытываю никаких проблем, кайфую. Нравится ездить, слушать музыку. И если вы хоть немного следите за активностью баскетболиста в Инстаграме, то знайте – с музыкой в машине отдельная история. Где любовь к машинам, там с высокой долей вероятности и любовь к скорости. Где скорость, там и адреналин. Я люблю адреналин, но я его боюсь и опасаюсь, скажем так. То есть, безусловно, у меня есть страхи, как и у любого человека. Но я стараюсь, и мне нравится их преодолевать. То есть, вот сегодня будут дрифты, я думаю, что это будет круто. Бросать вызов страхам будем по максимуму. За рулем гоночного болида действующий чемпион Беларуси по дрифтингу. Ивану предстоит провести два круга в управляемом заносе на пассажирском сидении. Дабы пощекотать нервишки еще сильнее, автомобиля будет два. Ювелирная работа в боевом режиме. Стартуем! Немножечко. Здравствуйте! Ой, было круто на самом деле. Мне очень понравилось. Очень крутой водитель, блин, эмоции офигенные. Офигенные, да. Я всем советую попробовать, всем. Это, это, Сан, ты так никогда не сможешь. Честно, ты когда летишь, поворот влево, вправо, ты думаешь, ууу, как круто! Ой.